У того, кто это делает, то есть искажает путь Господен, показывает, что Господь, как и священники, не верен своему народу и оставляет свой народ, что он сделает? Истребит Господь из шатров Иакова, будящего на страже, и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саволку. Вот это понятие в русском языке «бдящего на страже» в оригинале стоит того, кто отвечает за пробуждение, то есть того, кто должен разбудить, понимаете, спящий народ. Если какая-то опасность, если какая-то проблема, вот кто-то бдит на страже, это тот, кто ждет идущий меч, тот, кто ждет врага, он должен вовремя сработать. И вот так как священство дошло до состояния, что оно не готово это делать, но показывает себя, что оно стоит на страже, хочет пробудить народ, предупредить об опасности, предупредить о грядущем мече. Вот такого стража Господь устранит. Поэтому вот это «бдящий на страже» там в оригинале, тот, который отвечает за пробуждение ото сна. Дальше. И отвечающего, и приносящего жертву Господу Саволку. То есть первый, кто предупреждает о надвигающейся опасности, и второй устранит того, кто приносит жертву, то есть освящает народ. Торой, учением Торы освящает от греха. Он их устранит. Такое священство Господу не надо. Оно будет в глазах народа уже неуважаемым, потеряет авторитет. Я вам напомню. Есть два текста в Новом Завете, которые говорят о том, что Господь выгоняет из храма со словами, которые он цитирует из Исаии. Что «дом мой домом молитвы наречется». В одном тексте стоит. Это, по-моему, в Луке. А вот в Иоанна Евангелии написано «дом мой домом молитвы наречется». И там добавление «для всех народов». Напомню вам, здесь в Малахии только в первой главе, мы прочитали, Бог три раза уговорит, что его цель, чтобы другие народы пришли к спасению. Правильно? Это спасение должно отразиться, вторая глава Малахии говорит о том, что народ должен освятиться от греха, но священство это не делает. То есть тем, что народ должен был стать таким святым, что привлекает другие народы. То есть вот такая цель. В храме при Иисусе было нечто подобное, что происходит при Малахии. Смотрите, я, представьте себе, празелит. Где-то там в земле Фарсис, это Испания, услышал, что есть Бог Израиля, понял его учение, хочу стать частью народа. Чтобы стать частью народа Израиля, необходимо было совершить Пасху. Совершить обрезание первое и совершить Пасху. Вот эти две вещи. Но Пасху я должен был совершать только в храме. То есть я должен был совершить паломничество, путешествие в Израиль. Там принести пасхального акца, и таким образом написано, ты станешь как природный житель земли. То есть станешь гражданином Израиля, значит, станешь спасенным. И вот представьте, мне с Фарсиса добраться, это никак сейчас на самолет накопить. Это трехмесячное или там шестимесячное путешествие по Средиземному морю. Я должен был несколько лет работать, заработать какие-то средства. Потом с этой работой своей уйти. Я не буду работать уже где-то три месяца или полгода, пока туда обратно сплаваю. На те средства, что заработал, я должен был оплатить свое путешествие трехмесячное, грубо говоря, из Фарсиса или там с Персии, еще откуда-то там разные расстояния. Я плыву, приплываю. На последние средства написано возле храма, если ты живешь далеко, купи животное. Правильно? Если вы помните. Животное можно было купить в Иерусалиме, если ты жил далеко. Вот это животное принести. Я приплываю в Иерусалим, нахожу где-то там на рынке животным какого-то ягненка, по моему мнению, совершенного, покупаю его почти на последние деньги, потому что мне же нужно еще средства, чтобы вернуться обратно. Прихожу в храм, а в ходе храма стоит стража. Давайте вспоминаем Новый Завет, там написано «храмовая стража», везде упоминается. Я не буду открывать эти тексты, вы, я думаю, помните. И эта храмовая стража служит для того, чтобы не пустить в храм человека со своим животным. Они там находят какой-то недостаток, пятнышко, царапинка, не знаю, что-то находят. Я должен был это животное пойти обратно сдать. Я пришел на базар, продал, ну, слава богу, если мне вернули деньги, которые я потратил. Но я думаю, могли вернуть деньги уже меньше. Давайте возьмем ситуацию, когда деньги вернули полностью. Я захожу в храм, а в храме уже торгуют якобы чистыми животными, которые 100% идеально их можно приносить. И вот я этот празелит, который хочу стать израильтянином, прихожу купить это животное в храме. А мне в храме торговцы говорят, подожди, дорогой, здесь только за святые деньги покупаются. Ага, значит, за эти шекели не могу, только за священные шекели. Меня посылают куда? Помните, Иисус вынул, менял, столы менял. То есть к валютчикам посылают. Прихожу я к валютчикам, говорю, ну, продайте мне святой шекель. Они говорят, не вопрос, давай. Кто говорит, вот вам 100 шекелей моих. Говорят, подожди, я говорю, священный шекельник один к одному меняется. А в один к трем, один к пяти, один к десяти. В итоге у меня эти последние деньги, которые были на животные, заменял. Не хватает купить это святое животное в храме. Понимаете? Мне просто не хватает средств. Даже если мне хватило что-то там разменять, я прихожу, а священное животное стоит уже не 100 шекелей, а 200 шекелей, потому что в храме. Знаете, как в аэропортах, на вокзалах все в три раза дороже в святом месте. В итоге я пропутешествовал там три месяца полгода. На последние деньги не могу купить это животное, чтобы стать частью народа Израиля. То есть не прихожу к спасению. И таким образом священство, создав эту коррупционную схему через этих всех менялых священных животных в храме, через базары, увеличивает свой доход. То есть вот этот стол Господень, который он дал Господь для того, чтобы они с ним упитались, они своими силами хотят расширить, увеличить свои доходы, свои зарплаты за то, что они служат в храме. И действительно, исторические данные рассказывают о том, что священники были богатейшими людьми. Священник, чтобы стать на должность первосвященника, он там это около двух недель занимал, он давал римскому какому-то там политику, чиновнику большую взятку по современным мерам, там то ли несколько сотен тысяч долларов, то ли около миллиона по современным средствам. Он дает такую взятку, его ставят первосвященником. И за эти две недели, что он там, он должен был отработать вот этот миллион, который он заплатил, и заработать еще сверху себе денег. Вы понимаете, какие там цены могли быть в храме на животные, какие были курсы валют? Чтобы их священник себе заработал, менял и себе заработали, и продавцы вот этих животных себе заработали. Вы можете себе даже представить, какие там средства крутились, и каким образом это отвращало от жертвенники служения в храме при Иисусе Христе? Именно поэтому они кипели и не могли понять, какой властью ты это делаешь, изгоняешь отсюда вот этих животных, менял. Два раза Иисус это сделал. Они его ненавидели, он их доход разрушал. Некоторые наши братья проповедуют, что современный спиритизм – это в усыпляющих проповедях проявляется. Да, похожее происходит. А почему? Потому что священство хочет жить хорошо. Оно не хочет менять ситуацию. Оно обеспечено физически, материально от жертвенника, от церкви, которая запугана, что нужно давать десятину. Понимаете? Я опять-таки не выступаю против десятины. Надо просто понять текст Малахи, о чем он говорит. Но эту десятину приносить на жертвенник заставляет силой и под угрозом проклятий. Хотя этого в тексте нет. Если вы сейчас смотрите за мной внимательно эти тексты, проклятие все время идет на священство, но никак не на народ. Есть одно проклятие, которое реально наложится на народ. Единственное проклятие, когда народ проклят. Это проклят всякий, который не соблюдает все, что написано в Торе. А что, как это касается народа, мы дальше с вами поймем. Да, ситуация параллельно с нашим временем очень похожа. Я вообще рассчитываю, что вы сами сделаете эти выводы. И сами будете в голове своей видеть эти параллели. Иначе просто я могу не успеть закончить вторую главу. Хотелось бы сегодня вторую главу таки закончить. А уже в другой раз, Анатолий, если позволит Господь, мы закончим третью-четвертую. Итак, с вашего позволения я продолжу. Субтитры создавал DimaTorzok